Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Современная косметология уже давно не ассоциируется лишь с дамами преклонного возраста. Сегодня к врачам-косметологам ходят и мужчины, и женщины, причем не только с проблемами, но и в профилактических целях. Что представляет собой современный подход к красоте? Смотрите прямо сейчас. Вся наша усталость, она концентрируется именно в этой области. Лифтинг-массаж, лимфодренажный массаж. Встаешь с кушетки и сразу же молодое лицо. Ботокс будет стоять дольше. Для поддержания сияния вырабатывается коллаген, ксиамин будет держать лучше. Массаж, взаимодействие рук. Зачем нам пластические хирурги? Есть врачебная косметология, а есть эстетическая. В первом случае врач-косметолог с помощью инъекций, иголок, ниток и каких-то аппаратов делает нас красивыми. А во втором случае косметолог-эстетист щадящим образом с помощью волшебный круг и волшебной профессиональной косметики добивается того же самого эффекта. И сегодня о щадящих методиках омоложения мы говорим с косметологом-эстетистом Дарьей Клюкиной. Дарья, первый вопрос такой. Какова целевая аудитория именно вот такого специалиста, как вы? Кто приходит на процедуры? В первую очередь это люди, которые не любят таких серьезных изменений, серьезных вмешательств, глубоких вмешательств, резких. Кто боится противопоказаний и, возможно, каких-то побочных эффектов. И кто нацелен на здоровое поддержание, постепенно на здоровое поддержание красоты и здоровья. А бывают такие случаи, когда по состоянию здоровья пациент должен сделать перерыв в радикальных методах и прийти к вам. Да, конечно. Вообще на самом деле эстетическая косметология это скорее подготовительный этап к врачебной косметологии. Если мы хотим сделать себе процедуру ботокса или уколы ксиамина, то имеет смысл сначала с помощью методик массажа расслабить наши мышцы, снять гипертонус, привести их в нормальное состояние и только потом на нормализованную мышечную ткань накладывать вещества. То есть получается, что эти две системы, они друг другу не противоречат, а только дополняют? Да, они идут рука об руку, дополняя друг друга. В этом случае мы можем предложить такие программы, как лифтинг массаж, лимфодренажный массаж, направленный на нормализацию лимфотока, кровотока. Для женщин с усталым типом старения, чудесная методика сплэш-массажа, для тех, у кого мелкоморщинистый тип старения, это уникальная авторская методика. Даже вот массаж тела, он от разных болезней может избавить человека. А что касается массажа лица, каких можно добиваться эффектов? Ну, в современном мире, да, когда у нас стрессы накладываются, перенапряжение, массаж тела, мы чувствуем у себя расслабление однозначно, но лицо мы никогда не трогаем. Когда мы закалываем что-то, мы, наоборот, придаем статику, застой. Наша лимфатическая система, она находится как болото. И массаж лица, он способствует улучшению цвета лица, вырабатывается коллаген, лимфоток усиливается, кровоток усиливается, подтягивается овал, то есть мы придаем четкость овала. Это эффект мгновенный, да, встаешь с кушетки и сразу же молодое лицо. А у вас есть такая методика, как процедура на выход, когда что-то делается перед важным событием? Да, конечно. У нас есть чудесный сплэш лифтинг массаж. Это массаж, который делается до предплечья, то есть это не только кистями работает мастер. Задействуются все группы мышц единовременно, то есть не так, что мы прорабатываем один подбородок. Мы прорабатываем подбородок, прорабатываем зону декольте, то есть все наши ткани наполняются. Мы получаем мгновенный лифтинг и сияние. Вся наша усталость, она концентрируется именно в этой области. Таким методикам как ботулинотерапия не противоречит? Способствует выведению препарата, да, также как бани, сауны. Действительно, но если этот курс проделать до, то наоборот, ботокс будет стоять дольше, ксиамин будет держать лучше. А если говорить о системе посещения косметолога-эстетиста, вы за курсовые какие-то программы или за разовые, или вообще как это все рекомендуете делать своим постоянным пациентам? Ну, вообще, конечно, курс массажа, мы это знаем по массажу по телу, чтобы видеть максимальный эффект, нужен курс. А пластические все методики, более интенсивные, они делаются два раза в неделю максимум. Если есть противопоказания, то есть слишком тонкая кожа раз в неделю. Классический массаж это, в принципе, расслабляющая процедура, то есть если был нервный день и хочется снять усталость с лица, то велкам. Поддержание всего эффекта это раз в 7-10 дней. Опять же, если это усталый тип старения, то раз в неделю, потому что это отечность. Если это мелкоморщинистый тип старения, то для выработки коллагена, для поддержания сияния раз в 10 дней достаточно. Ну и еще, я так поняла, вам в помощь не только руки и ваши знания, но еще и профессиональная косметика, да. Чем она отличается от того, что мы сейчас можем в интернете заказать или в магазине купить? Профессиональная косметика, в первую очередь, это высокая концентрация полезных веществ. Это максимально гипоаллергенно, это подбирается по типу профессиональным специалистам. Глубокое очищение, глубокое увлажнение, все это профессиональное. Сыворотки моментального действия, которые также хорошо на выход, а сыворотки глубокого действия – это те продукты, которые не имеет смысла использовать ежедневно. Их можно использовать раз в неделю, поэтому профессиональный уход в салоне на профессиональной косметике – необходимая процедура. А можно так сказать, что если регулярно посещать систематически косметолога-эстетиста, то также не понадобится пластический хирург или какие-то другие вмешательства? Да, конечно. Эстетическая косметология – это медленная красота. Массаж, взаимодействие рук – это всегда внутренняя гармонизация внутреннего состояния. А если человек прекрасен внутри и снаружи, зачем нам пластические хирурги? Эстетическая косметология, она в каком-то смысле поддерживает существующий сегодня тренд на экологичность и натуральность. Ну, не говоря о том, что прекрасно подходит тем, кто подвергается стрессом, а значит всем, ну и тем, кто по тем или иным причинам боится более радикального вмешательства. Вы смотрите Beauty Time – программу о том, что может быть красивым и полезным. Продолжаем выпуск. Сегодня в центре нашего внимания продукт экзотический, но тем не менее очень любимый всеми сторонниками правильного питания. Этот продукт – семена чия. Семена чия вообще получают из испанского шалфея, то есть это злак по факту. У этого злака самое высокое содержание белка из всех злаков, даже больше, чем в киноа. Плюс высокое содержание омега-3 кислоты, и, естественно, 25% пищевых волокон, соответственно, очень хорошо влияет на пищеварительную систему. Первое, что приходит на ум – это чия-пудинг. Что еще может быть с участием чия и какова вообще область применения этого продукта? Вообще чия можно добавлять и в выпечку, и в соусы, и в салаты. В принципе, в наших ресторанах тоже давно уже используется чия в качестве добавки к салатам. Также, помнишь, мы как-то делали боулы, мы тоже добавляли, то есть сверху, либо в смузи, либо в какой-то йогурт, сверху накладывали чия, и оно разбухает и хорошо усваивается. Да, кстати, вспомнила, да, это такой продукт, который не всегда нужно подвергать тепловой обработке, это большой плюс. Он увеличивается в объемах, становится более мягким. Вообще, на одну порцию чия нужно 12 порций воды, и тогда чия раскрывается полностью, становится более питательным и надолго насыщает. Получается, если мы будем готовить чия-пудинг, например, из йогурта, то буквально там, да, вот на такую баночку йогурта нам потребуется, ну, столовая ложка этих зернышек. Помимо того, что чия используется в основном в десертах и в смузиках, нам кажется, очень много существует сыроедческих рецептов, то есть веганы употребляют с удовольствием в супах, делают какие-то фалафели с чия. И таким образом восполняют недостаток белка в организме. Чия существует в двух вариантах. Мы в основном знакомы именно с черным, но белый считается более полезным, более редким, более чистым. Еще хочу рассказать, что появились вот такие вот макароны с чия, то есть нет, опять же, пшеницы, здесь рисовая мука, это рисовая лавша с семенами чия. То есть полноценный такой углеводно-белковый обед. У нас здесь представлены семена чия самых разных брендов, и, как правило, на обратной стороне обязательно есть какой-нибудь рецепт. Ну, а теперь переходим к нашему рецепту. Что сегодня сделаем мы? Мы сегодня будем делать пудинг на кокосовом молоке с ягодками. Приступаем. Возьмем как раз семена чия, которые в отдельных у нас пакетиков по 5 грамм, и попробуем как раз на баночке. А, то есть ориентируемся, сколько нам нужно будет. Уже дозировка, да? Да, они уже дозированы. По идее, это на один перекус. Ну, и задача, требующая очень серьезных кулинарных навыков, профессиональных, нужно аккуратно вскрыть вот этот вот пакетик и вот так вот высыпать. Кстати, как человек, осведомленный в правильном питании, можешь рассказать заодно о кокосовом молоке, в каких оно концентрациях существует? Ну, вообще, есть кокосовые сливки, на пачке прям написано, они самые жирные. Потом идет кокосовое молоко, и если, допустим, это натуральное кокосовое молоко, оно не должно быть разбавлено ни с чем, то есть прям, да, оно очень жирное, но его в домашних условиях можно разбавлять водой, чтобы тебе было комфортно добавлять там в кофе или куда-то. И его, если оно не открыто, лучше не хранить в холодильнике, да? Да, оно застывает, как и масло, в принципе, то есть становится прям очень твердым. То есть в данном случае у нас получается напиток, да, потому что здесь кокосовое молоко, кокосовые сливки, вода питьевая. Итак, нам нужно по объему в 12 раз больше налить нашей жидкости, то есть это примерно где-то до серединки. Да. По прошествии 20 минут мы получаем вот такую вот консистенцию, но если еще подержать, несколько часов, например, в ночь оставить, то будет эта масса гораздо гуще. И мы добавляем сюда ягоды, порежем клубничку и добавим голубику. Кстати, для таких вот ягодных десертов совсем не обязательно очень много ягод, буквально пара клубник и несколько ягод голубики на одну порцию будет достаточно, поэтому такие интересные десерты можно себе позволить даже в зимнее время. Это программа Beauty Time. Продолжаем выпуск. Ну рассказывай. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Мое счастье не зависит от мужчины. Люблю, куплю, поехали. Семья рушится. Не все хотят семью, не все хотят детей, это иногда иллюзия. Иногда найти мужика, это крайне важно в жизни. И еще важнее осознать, кто ты. В наш век многозадачностей, когда не бывает просто журналист, просто врач или просто учитель, когда у каждого из нас очень много разных активностей, в этой ситуации как вас правильно представить? Я модный тренер по личностному росту. То есть это ваше основное направление? И тогда напрашивается такой вопрос, что этому предшествовало? Я всю жизнь выступала. Сколько себя помню. Я чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. В 17 лет я приехала из маленького города в Екатеринбург и поступила на факультет телерадиожурналистики. Я профессиональный журналист и телеведущая. В 18 лет я проработала на областном телевидении в Екатеринбурге. Была топовой ведущей, лучшим политобозревателем на протяжении 16 лет. 11 лет назад я открыла тренинговый центр тогда, когда это не было мейнстримом, не было модным ходить на тренинги. Вообще этого не было. И я создала в нашем городе определенную моду на саморазвитие. И затем, когда через 5 лет все начали учиться и учить, то я уже точно знала, как, зачем. И мы открыли онлайн-школу и работаем по всему миру. Я провела несколько тысяч тренингов за свою жизнь. Я очень работоспособна. Я работала по всему и работаю по всему миру. У меня вот этот тренинг, говорим с мужчиной по-женски, он вживую проходил в Нью-Йорке, например. И я очень рада, что у нас растет количество участниц и в оффлайне, и в онлайне. И наши тренинги – это не про успешный успех, не про потоки, не про манипуляцию мужчинами. Это глубокие тренинги по коммуникации. А коммуникация – это основа для здоровой самооценки, грамотного общения с другими людьми и в целом для уверенности. Вот главное, что я даю – это уверенность. Уверенность и инструменты. Искусство красноречия в наши дни. Что оно из себя представляет? Как этому учиться? Зачем этому учиться? Нужно ли учить этому детей? Вы знаете, я всегда говорю, не учите детей. Говорите с ними. И от того, какая речевая среда в семье, будет зависеть, кем ребенок станет. И испокон веков было важно, как человек говорит. Но еще важнее, как он мыслит. Я учу и этому тоже. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Вот она магия достижения экстраординарных результатов. Я тот самый сапожник в сапогах, который показывает, что если человек умеет договариваться с самим собой и с другими, он будет успешен, он будет любим, он будет богат. Это не мечта, это норма жизни. И к этому любой может прийти. Я не родилась золотой ложкой во рту. Но всю жизнь я училась говорить. Психолингвистика, техника риторика – это то, что я изучаю всю жизнь с четырех лет. Мне 37. Я очень глубоко знаю эту тему. И я считаю, что это тот инструмент, который будет востребован во все времена. Всегда люди должны уметь говорить. Сейчас многие ходят на тренинги личностного роста, но не понимают, что основа успеха – это мышление и речь. Без этого никуда. Ты можешь сколько угодно знать ритуалов, совершать сто шагов, биться лбом о стену и не понимать, почему ты не делаешь тот самый желанный шаг вперед до тех пор, пока ты не поменяешь порядок в своем ментальном королевстве. Я учу этому. Можно ли научиться красноречию, не будучи человеком начитанным и образованным? И как тогда в случае отсутствия правильного бэкграунда, как это все можно компенсировать, наверстать, уже будучи взрослым, зрелым человеком? Я всегда скажу – читайте. И я противница тех тренеров, которые говорят – не надо читать классическую литературу, читайте книги по личностному росту. Нет, господа, если вы ни разу за свою жизнь не открыли Бунина, если вы не можете отличить Солженицына от Булгакова, вам будет очень сложно глубоко понять то, что я даю. И у нас есть небольшой процент людей, которые к нам приходят, и они, правда, меня не понимают. Обязательно читайте. Читайте своим детям. Дети, которые к нам приходят, у нас есть тикток-дом для детей, образовательный тикток-дом. Я им все время говорю – ребята, книжка в месяц обязательно. И мы прививаем любовь к чтению. Конечно, без этого никуда. И очень страшно, что общество ментально беднеет, что родители не читают, не разговаривают с детьми, общаются на языке смайликов. И я в этом смысле современный родитель, мне не сто лет, я молодая мама. Но я, конечно, за образование, и, конечно, за фундаментальные знания, и про сложные книги нужно говорить с детьми. Да, сегодня вы не поймете. Но если вы никогда не читали «Унесенные ветром», то, господи, вы так себя обкрадываете. Потому что вот там действительно красиво о любви. Поэтому надо читать. Компенсировать можно, но сложно. Поэтому если нас смотрят родители, пожалуйста, вкладывайте в развитие своих детей. Что касается сегодняшнего тренда, всех и всему учить, как вы идентифицируете себя в этом море информации, как пытаетесь отстроиться от тех порой дилетантов, которые красиво упаковали свой бренд, но при этом ничего из себя не представляют. Я, наоборот, очень рада, что сейчас все учат из каждого утюга. Поэтому, как правило, к нам приходят, уже начитавшись, поучившись. И тут у глубокого человека возникает ощущение, что он дома. Я сама учусь. Вот я сейчас получаю третье высшее образование. Я училась в аспирантуре, не защитилась, потому что ребенка родила. Я спокойно отношусь к тому, что есть. Вы знаете, когда вы распечатываете свой масштаб, то вам в определенный момент становится все равно на конкуренцию. Вам становится все равно на негативные отзывы. Вы спокойно реагируете на многое, что раньше не давало вам покоя. Мне сейчас уже спокойно. Сегодня на тренинге говорим о диалоге между мужчиной и женщиной. С одной стороны, тема очень попсовая, а с другой стороны, очень болезненная для нашей страны, для нашей патриархальной страны, где так важно в обществе быть за мужем. Можно ли сказать, что это нечто большее, нежели просто про то, как найти мужика? Иногда найти мужика. Это крайне важно в жизни. И еще важнее осознать, кто ты. И тогда все вопросы по поводу мужчин, друзей, клиентов отпадут сами собой. Этот тренинг родился таким образом. Изначально я работала практически только с мужчинами. Ко мне приходили парни, которые хотели стать депутатами. Парни были разных возрастов, парни были из разного прошлого. И, в общем, у меня была очень высокая статистика. Девять из десяти всегда проходили, если занималась я. И вот один из моих учеников, который избрался, а затем он начал просто ходить ко мне, проплачивать занятия, и мы, по сути, разговаривали. И я каждый раз говорила, вам не нужно заниматься, потому что у вас уже поставлено все. Вы спокойно можете пять лет сейчас на тех знаниях, которые я вам дала работать, вам не нужно заниматься. И в какой-то момент он скинул мне приличную сумму на счет и сказал, я проплатил тренинг для своей жены и ее подруг. Она одна не пойдет, проведи, пожалуйста, групповое обучение. Я говорю, ну здорово, чему их научить? Сама презентация, переговором. Он говорит, они не работают. Не одна. Спаси мой брак. Потому что, он говорит, ты единственная женщина, с которой я могу разговаривать. И когда ты появилась в моей жизни, он говорит, я прекрасно понимаю, что там нет никаких шансов, ты замужем, я жена. Но я хочу, чтобы мне было интересно со своей женой. Я понял, какой это кайф, когда я всю неделю жду этого часа, чтобы ты просто спросила, ну рассказывай, как они, как у тебя там все? И он говорит, я вижу, что ты не играешь, что ты искренний. И более того, ты единственная, кому я готов позвонить, когда я не знаю, как поступать. И так родился тренинг, говорим с мужчинами по-женски. Я пришла, и на меня девчонки смотрели, как змеи, такие, типа, кто это? Чему она нас научит? Мы дружим до сих пор. И мой тренинг о том, как совмещать счастливую семью и блестящую карьеру. О том, как договариваться с мужчинами на работе, чтобы им с нами было комфортно. О том, как перестать манипулировать, ходить на всякие там тренинги для гейш и быть нормальной русской женщиной с нашим невероятным потенциалом для того, чтобы наш муж, так в целом, да, я скажу? В целом наш мужчина, чтобы он рос, богател, чтобы он хотел прийти домой. А в том случае, в той запущенной ситуации, что эти женщины, удачно вышедшие замуж за перспективных мужчин, что они делали не так. И вообще, что мы порой делаем не так, что мы ссоримся и браки рушатся. Зацикливаются на себе, конкурируют с мужчиной, считают, что мужчина ответственен за их счастье и должен работать тоже над отношениями. Начинают жертвить. То есть перекладывают ответственность за себя на мужчину и начинают с него спрашивать. Мол, типа, я раньше была такой счастливая, теперь... Скатываются в инфантильных девочек или превращаются в заботливых мамаш с вытянутыми гетерами. И очень-очень много ошибок, но они в основном типичные. Или, например, девчонка начинает расти, да, сама успешная, и превращаются в бой бабу. И тоже семья рушится, потому что нет баланса, не понимают, как это. Огромная проблема женщин, которые в разводе, это то, что они настраивают мужчин против своих детей и тем самым калечат всех, но главное ребенка. Поэтому, что конкретно не так делала моя первая героиня, она зациклилась на себе, она перестала развиваться, а ее муж очень сильно рос. И его все устраивало на старте. Но потом они слишком по-разному, с разной скоростью поехали. И если бы я тогда не включилась, то, скорее всего, он бы нашел какую-то вот женщину типа меня, успешную, интересную, бодрую, занятую, которой некогда ревновать, некогда проверять, сколько там раз он зашел в WhatsApp. Поймите, вот мне некогда контролировать моего любимого мужчину. И поэтому, когда мы встречаемся дома, у нас каждый раз, как первые свидания, мы как будто вот влюбленные бесконечно, потому что мы путешествуем, я улетаю в командировке, он улетает, мы встречаемся, и вот он, наш домашний рай. И тренинг о том, как вернуть для семейных пар, вернуть вот эту вот влюбленность, а для девчонок свободных, признать, чего вы хотите на самом деле. Не все хотят семью, не все хотят детей, это иногда иллюзия. И признаться себе в этом тоже круто, тогда вы встретите мужчину-партнера. А есть ли такое ощущение, что все вот эти отношения между мужчиной и женщиной, сохранение, правильные разговоры, все это ложится на плечи женщин? Мужчины же не ходят на тренинги, как разговаривать с женщинами? Я всегда говорю, что тренинг, как говорить с женщинами по-мужски, был бы очень коротким. Люблю, куплю, поехали. Три слова, которые нужно говорить, без разницы, с какой интонацией. С вас 96500. В моем доме мужчина – это мужчина. То есть покупка дома, машин, путешествий – это не на моих плечах. Я здесь вкладываюсь исключительно мечтой, исключительно поддержкой. Но рассматриваю это следующим образом, что это деньги семьи. И есть женщины, с которыми мужчины богатеют и растут, и есть женщины, с которыми мужчины беднеют и болеют. Поэтому я думаю, что да. Что если вы хотите быть замужем, за человеком успешным, вот пусть он карьерой и занимается. Мужчина, в отличие от женщины, такой мозг. У каждого пятого, конечно, это исключение, каждый пятый. Но вообще мужской мозг и женский отличаются. Мы можем одновременно все делать, и бизнес открывать, и детей рожать, и так далее. Как я и делала 11 лет назад. Мужчина, ему нужно все яйца сложить в одну корзину. И вот пусть он занимается бизнесом, пусть он занимается работой. Домой приходит и отдыхает. Вот когда мне говорят, ну вот у тебя все время цветы, путешествия, свидания. Я говорю, так я говорю об этом. Я говорю, любимый, я хочу полететь вот туда-то в отпуск. Любимый, перешли деньги, я заказала себе цветы от тебя. Ну и конечно, раз я это делаю и не обижаюсь, то постоянно там на следующий день, после того, как я заказала сама себе цветы, на следующий день он их купит. Он любит меня баловать. Но зачем его тюкать, отвлекать, если он сейчас занят работой? Я сама спокойно куплю себе подарки. И мое счастье не зависит от мужчины. Вот и все. Спасибо, Ксения. Всем счастья, любви и гармонии, умения говорить и договариваться, а самое главное, слушать и слышать. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале Beauty Time TV, а также на страницах в Instagram и во Вконтакте. Всегда рады обратной связи с вами. И до встречи в эфире. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok